итак всем привет ну в этом ролике пойдет речь о том как качать бим это новая монета на данный момент она дает наибольший профит допустим z coin сейчас дает на моей карты на моей ферме на моей тестовой ферме где-то полтора доллара а бим дает где-то 22 2 половины доллара ну в общем курс еще прыгает и так далее в общем у бима есть небольшой небольшие нюансы по добыче по передаче на биржу поэтому это видео будет не только по весовой минер но и про не то как пользоваться кошельком бим итак поехали для того чтобы нам начать майнить бим нам нужен кошелек объясню почему дело в том что бима интересная работа с транзакциями также передается не блокчейн и там сохраняется а транзакция передается через блокчейн напрямую в кошелек то есть в момент совершения транзакции кошелек у вас должен быть включен мало того что он должен быть включен он еще должен быть синхронизирован ну как бы так на всех нормальных пулах для добычи бим этот процесс происходит в ручном режиме то есть как только у вас загорается достаточный средств для вывода бима у вас загорается кнопочка вывести вы включая и средства не выводится пока вы нажмете эту кнопку вы запускаете ваш кошелек он синхронизируется проверяет что он синхронизировался и вперед итак это вкратце теперь поехали заходим на сайт бим да вот он бим мв download продукт download скачиваете ваш валет кошелек именно не бету качаетесь бета и сейчас на данный момент есть проблемы именно вот копию меня ну вы майнить в нем не будете в эту настройку не включить вот он для виндуса для линукса да для дебина бунта и для мака скачивать какой вам удобно абсолютно без разницы тот как надо стул для той персон системы который вы привыкли запускаете когда он у вас запускается он просит у вас давайте вот мануальчик валиды стопа он попросит у вас вот да это вот для мака ну никакой разницы нет так вот смотрите смотрите он идем идем там ну пароль обязательно надо будет ввести да то есть пароль эту фразу запомнить обязательно вот и самое главное здесь можно подконнектиться к рандом ноде да то есть тогда у вас не будет ничего скачиваться на ваш компьютер и вы получите как бы легкий кошелек но я вам не рекомендую это делать с рандом нодами есть проблемы потому что рандом ноды не все почему-то синхронизируются нормально поэтому выбирайте именно свою локальную ноду а вот этот мининг ну это как хотите отключать и включать это я отключил зачем не майнить на на процессоре если и так копейки там будут мать все после этого ну он вот а вот ведь рандом или не рандом да вот выберите именно рекоменды рекоменды не надо рандом выбирать рекоменды то есть выберите локальную ноду там немного все закачает все нормально все он вас качает заработает и таким образом будет работать если вы по каким-то причинам уже выбрали локальную рандом да то вы можете перейти вот сюда в настройки выбрать там локальная нода и добавить вот такие вот где добавил так вот такие вот ноды туда ну я не не все вам рекомендую 4 там какие захотите там вот эту вот эту вот эту случайно прядь выберите 4 пира и давайте какой-то из 4 пиры из этих туда я прикреплю эти к видео все он у вас засинхронизируется вот здесь смотрите на вкладке ну да да кошелька давайте мы дойдем попозже как только он у вас засинхронизировался идете вот сюда ну давайте вот на своем кошельке покажу вот он да вот смотрите вот он у вас локал нода все потом вы идете вот сюда как только вы это все применили да вы идете вот сюда и смотрите чтобы здесь у вас блок был последний с эксплорером да то есть вы заходите на страничку эксплорера вот и смотрите сейчас блок 13 946 и у вас должно быть 13 949 но я тут не обновлял просто давайте обновим дать 13 949 и на кошельке у нас 13 949 окей теперь идем дальше вам нужно создать тут кошелек как это сделать как это сделать видите есть эксперт дэйт это кошельки бишь у них есть какое-то ограничение да по времени вам нужно создать тут а в кошелечек так как это сделать статья не помню а ну вот нажимаете ресервит выбираете него можете комментарии оставить там тест 2 мускопируем грузит и он у вас появляется вот здесь да вот мы обязательно него чтобы он был как то вот как только он у вас появился да вот вы его можете слушать тут копировать все отсюда если он его никогда не удалить если у него есть истечение он отсюда удалиться и вы уже больше не сможете на него отправить все готово теперь идем на допустим меню пул статус да и смотрим хотя даже обновлю какие какие пулы у нас вообще тут есть по нашему биму спарк пул бипул и рельеф пул ну когда в общем и f2 пул в общем из опыта скажу вам следующее спарк пул блечный пул на нем много но когда-то у него было 60 процентов он начал пролетоваться глючный пул у меня с него не получилось ни разу вывести не знаю по какой причине бипул китайский пул впрочем как и спарк пул оба пула китайских видимо поэтому не знаю у китайца все как-то так не совсем надежно я бы сказал и переходим дальше лиф пул лиф пул мне очень понравился довольно таки хороший пул я на нем остановился когда на нем начинал него было 10 процентов сейчас у него уже почти 14 процентов то есть он увеличивается майнеров него добавляется видимо все понимают что это лучший выбор и потихоньку на него все переходят теперь идем на наш на наш на наш на наш бипул заходим в раздел где стоите стартинг и тут смотрим то есть у нас есть три три адреса пула на которых можно манить три этих порта до гпу майнинг это обычно 1 2 1 2 видеокарты мининг рик это у вас там когда полностью рик из 6 карта там и большой рик там не знаю там 12 карт ну в общем если даже вы не совсем знаете понимаете какой выбрать этот из этих этот порт то можете выбирать любой допустим 4 4 4 4 4 почему я вам объясню потому что на данном пуле имеется динамический диф то есть через пару минут он просто сам подберет вас для вашей ферме необходимые необходимую сложность у вас все будет нормально это нужно только для старта чтобы быстрее пул понял какая для вас нужна сложность все такте и перейдем дальше амд я не знаю ну то есть вот у вас есть на выбор несколько майнеров которые вы можете выбирать для такой версии я вам сразу скажу уже отличаются то есть я сейчас скачаю на gminer версии 1.17 уже есть 1.18 ну так как 1.18 она сделана под rtx то с 1.17 для 10 серии nvidia она ничем не отличается поэтому я до сих пор сижу на 1.17 ну зачем менять то что уже давно поменял да хорошо скачиваем нашу нужную версию последнюю gminer да и переходим на а не последний ависовый минер вот наш ависовый минер давайте я вам увеличу чуть-чуть чтобы было получше видно так заходим в настройки а первым делом добавляем ангаритм если он еще не создан у меня он уже создан или его добавил вот он эквишей 150,5 добавили как только вы его сюда добавили переходим в минерсофтвэя в минерсофтвэя добавляем наш gminer вот он у меня да что тут мы делаем здесь мы имя даем full command and line and ap то есть полная совместимость существует на gminer потому что существующий 1.15 а нам 1.15 он на хеш 150,5 очень мало хешей дает тут выбираем manual special pass либо давайте вот перейдем на сюда где-то здесь на этом разработчик уже на форме ависовый минер разработчик уже выкладывал ссылку можно поставить ссылку для скачивания сейчас если я вам быстро найду то я вам ее покажу давайте давайте тут немного вот она ссылка на скачивание уже есть можете вставить эту ссылку и тогда здесь указать automatic download ну automatic download и все так либо как я сделал локальный паз да я указал там локальный путь теперь идем дальше здесь эквихеш включаем enable и указываем 150,5 да это будет параметр командной статей все сохраняем как только вы это сделали идем на пул вот он в пул у меня добавляем его указываем название указываем ваш этот пул который вам нужен и там да который вот здесь был да то есть у меня ел ближе ко мне по пингу я их попинговал посмотрел на коин на какой из них пинг поменьше у меня просто на самом меньше на ел хоть я живу и в азии но там где меньше пинг там лучше ага хорошо указываем ваш кошелек пароля не надо указываем здесь коин так как у этого бима еще нигде на конкультаторе нету он еще здесь нету указа просто эквихеш и алгоритм да переходим обязательно во вкладку advanced и указываем здесь два тире ssl пробел 1 это обязательный параметр без этого он у вас не заработает все как только вы это сделали сохраняемся переходим на наш наш майнер у меня сейчас не профит свитч а такой здесь делаем все просто выбираем наш алгоритм выбираем наш майнер указываем путь до майнера видите вот через браузер нажимаете указываете путь до вашего майнера где он там лежит указываем пул ну у меня сейчас мрр вы указываете ваш пул все нажимаете старт майнинг пошел хочу отметить что на данный момент джиминер не передает шары в ависовый майнер вот видите и это кстати не джиминер не передает это не передает пул джиминер по крайней мере так мне сказал разработчик но мы с этой проблемой как бы работаем может быть мы еще ее и починим все майник у нас пошел дальше мы идем опять на лифпул вставляем ваш кошелек вот сюда нажимаем поиск он находит ваш кошелек и начинает показывать вам вашу скорость лифпул показывает скорость в течение 1-2 минуты в течение 3 минут 30 средняя скорость будет практически совпадать со скоростью в вашем майнире то есть у меня скорость 50 где-то 51 ну здесь 48-49 вот теперь мы ждем ждем когда у вас намайнится 3 бима вот здесь 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 минимальная выплата на этом пуле минимальная выплата 3 бима ждем когда у вас намайнится 3 бима кстати он даже пишет сколько вы будете зарабатывать в день ну это не сразу начинает писать а через какое-то время вот у меня 2.2 бима на данный момент майнится да вот как только у вас намайнится 3 бима они пьют confirm and balance вот здесь видите вот здесь у вас появится зеленая кнопочка чтобы можно было выводить но вы ее не жмите сначала вы перейдите на pay payments pay payments пишется сколько сейчас в очереди стоит видите сейчас он говорит в очереди никого нет вы можете спокойно за пару минут вывести ваши монеты окей если вот это так то опять переходим на ваш кошелечек ага и но пока ничего не делаем переходим на ваш компьютер где у вас установлен кошелек у меня он на ферме запускаете его запускаете его и ждете когда вот здесь он засинхронизируется как только он засинхронизировался он тут будет писать онлайн онлайн пишет смотрим 13954 переходим на переходим 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 на куда на правильно переходим на explorer и убеждаемся что здесь 953 вот тут даже 953 да интересно что здесь на explorer и в вашем кошельке то есть в кошельке если больше это нормально если в кошельке меньше это не нормально перезапускайте кошелек закрывайте и открывайте его снова что то с ним не так как только вы убедились что у вас номер блока в explorer и в кошельке совпадает все нормально все засинхронизировано только после этого вы заходите на пул на пул и нажимаете вашу кнопочку как только вы нажимаете где это пул то вот как только вы нажимаете кнопочку он у вас говорит подтверждение вы нажимаете подтверждение и переходите в ppm ppm у вас сразу появится здесь что он состояние да вы ждете тут можно не ждать если он тут появился все переходите опять на ваш кошелек и ждете у вас должно появиться здесь транзакция как только транзакция появляется она сначала в статусе прогресс потом через пару минут она компликт все как только она компликт она ваша все нормально также если у вас есть какие то проблемы с получением транзакции да вот здесь на пуле есть описание как с этим бороться то есть ну и как вообще пользоваться это все на английском но это все переводится как вы знаете или google translate все работает или яндекс кому как удобно технически вообще мне кажется google лучше переводит разговор на яндекс ну это кому как все как только у вас на кошельке появится complete вы можете переводить на биржу идем на биржу фонды депозиты да вот у меня тут уже есть любимая завел ну вот как раз перед тем как видео снимать щелкаем депозит вот ваш кошелечек учтите что да копировать его ну и тут как обычно сент номер кошелька вставляете указываете количество и говорите отправить все нормально как только она у вас отправляется да она должна у вас в током статусе стать в транзакциях и вот здесь на этой вкладочке она у вас должна перейти в вкладку complete не переживайте если она у вас перешла в статус complete а на бирже у вас она так и не появилась в истории не переживайте на бирже она появляется только когда если у вас прошло 30 блоков а у вас так и не появилось вам нужно обратиться в техническую поддержку хоббит они сразу отвечают все нормально но у меня все нормально прошло то есть у меня кошелек был синхронизирован и они приняли да и также хочу отметить что вот этот кошелек да вы сами видите кошелек биржи он истекает то есть ближе к этому времени не отправляйте на него снова ничего лучше сгенерируйте новый дождитесь когда новый сгенерится и отправьте уже на новый то есть это особенность чисто на бима что у них кошельки такие вот своеобразные что они должны быть онлайн при передаче потому что пул когда передают на кошелек ему обязательно надо соединиться с вашим кошельком не с блокчейном все ну дальше можете торговать вот как видите у меня все зачислилось все хорошо торгуете хорошего профита на этом с бимом мы заканчиваем я вам показал как это делать описал небольшие моменты как это происходит да в случае каких то вообще проблем предлагаю лучше всего обращаться вот на по биму с кошельком обращаться в телеграм у них есть там группа по хоббиту тоже есть телеграм они очень быстро в телеграме отвечают по хоббиту еще хоббиту учтите что вот допустим есть очень много там всяких злодеев вот он человек такой алекс он пытался как только я обратился к ним он пытался у меня выманить мой адрес мой эмейл чтобы меня наверное ломануть или еще что то такое вот но техподдержка официальная группа сказала мне следующее вот видите я просил алекс вел это официальный хоббит админ они мне сказали нет это типа блин вор короче и так далее так что имейте ввиду не отвечайте если вы написали в группу не отвечайте потом всяким непонятно кому вот алекс велом всяким и так далее что да как вот ну на этом все хорошего профита хорошего майнинга а весовый минер и бим как вы видите дружат все нормально все хорошо удачи